Оппозиция предложила Зеленскому сделку с Москвой и Украиной, бывшей СССР. 10.13.19.2019 года оппозиция предложила Зеленскому сделку с Москвой. Виктор Медведчук фото, Екатерина Штукина, РИА Новости, председатель полицовета Украинской партии и оппозиционная платформа «За жизнь» Виктор Медведчук посоветовал лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому пойти на сделку с Москвой после возможной победы на выборах. Интервью с украинским политиком опубликовано на сайте Reuters. По словам Медведчука, в случае если Зеленский пообещает закупать газ напрямую из России, а не через европейские компании, Киев сможет не только получить хорошую скидку, но и вернуть контроль над территориями ЛНР и ДНР. Политик утверждает, что для достижения соглашения потребуется несколько месяцев и еще около 6-8 месяцев на его полную реализацию. Необходимость диалога с Москвой Медведчук объясняет, в том числе и экономическими интересами Украины. В случае достижения сделки политик обещает поток российских инвестиций на Украину. Он напомнил, что за пять лет президентства Петра Порошенко Киев терял около 20 миллиардов долларов в год из-за экономического разрыва с Москвой. «Мы не говорим, что Россия и Украина, примечания ленты.ру, должны снова целоваться или обниматься друг с другом. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений», – подчеркнул Медведчук, Верховный Раде. В то же время Зеленский в недавнем интервью РБК «Украина» заявил, что не собирается создавать парламентских коалиций с экс-регионалами, к которым относятся партия Медведчука, или с партией Петра Порошенко. Ранее Медведчук говорил, что Кремль не выражает особой поддержки ни одному из вышедших во второй тур кандидатов в президенты. По его словам, Москва будет сотрудничать с тем, кого выберут граждане Украины. При этом в Москве Порошенко считают президентом, которого знают и с которым не могут работать, но и по перспективам работы с Зеленским в России четких планов не строят. На Украине Виктора Медведчука считают пророссийским политиком. В начале февраля в отношении Медведчука было начато расследование по делу о госизмене. Кроме того, в разгар президентской гонки он ездил в Москву на переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым, что вызвало волну расследований на Украине. Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. Согласно последним рейтингам, около 70% определившихся с выбором и собирающихся голосовать украинцев намерены голосовать за Зеленского, что происходит в России и в мире. Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Продолжение следует...